В конце 20 века советские ученые вновь вернулись к идее создания геофизического оружия. Неподалеку от Нижнего Новгорода была построена секретная станция Сура. Облучая электромагнитными волнами атмосферу, она создавала ионизированные облака. С их помощью Морг изучал их, но и научился создавать молнии в своей лаборатории. В своих исследованиях Авраменко добился колоссальных результатов. Вы видите уникальные кадры экспериментов с плазменными образованиями. Оказывается, опаснейший враг летчиков шаровые молнии могут быть поставлены на службу авиации. Окружив самолет плазмой, можно резко снизить сопротивление воздуха и увеличить скорость полета в десятки раз. Плазменная аэродинамика открыла перед российской авиацией фантастические возможности. Оказывается, можно облететь земной шар за несколько минут. И это далеко не все возможности, открывающиеся при изучении атмосферной энергии. Самолет, лишившись подъемной силы, входит в неуправляемый штопор и разрушается под действием огромных перегрузок. То же самое происходит с боеголовкой ракеты. Она спотыкается, начинает вращаться и разрывается собственной кинетической энергией. К сожалению, американцы отказались от участия в проекте. В 1992 году на артиллерийском полигоне Владимир-30 в условиях строжайшей секретности прошли первые стрельбовые испытания плазменного оружия. Специальные наземные генераторы сфокусировали плазменный коридор, в котором летел тщательно пристреленный артиллерийский снаряд. Под действием плазмы боеприпас изменил траекторию полета и ушел в сторону от цели. Результаты этих испытаний надолго были закрыты гриппом совершенно секретно.